Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Тема сегодняшнего видео у нас звучит как вклад в банки или рынок инвестиций, что выбрать, накапливать ли деньги на банковском депозите или искать какие-то другие альтернативы в форме инвестиционной деятельности. Давайте поговорим об этом, я расподелюсь своим мнением по этому поводу, что лично я думаю, но окончательное решение остается на вашей стороне. Думаю, что это видео будет полезно, давайте начинать. Итак, банковский депозит. Хотелось бы рассмотреть инвестиционную деятельность инвестиций на фондовом рынке и банковские депозиты плюсы и минусы. Начнем с всем понятного инструмента банковского депозита. Что это такое? Банковский депозит, ну основные плюсы. Основные плюсы банковского депозита это то, что вы размещаете денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности. То есть вы заранее понимаете, в какую сумму вы размещаете, вы понимаете, когда вы ее получите назад, вы понимаете, сколько непосредственно заработаете. То есть это некий такой элемент стабильности. То есть люди выбирают банковские депозиты в первую очередь из-за элементов стабильности. А под стабильностью мы что понимаем? Что мы четко понимаем и осознаем, вне зависимости от того, как в ОК будут финансовые результаты в деятельности самого банка. Заработает он прибыль или не заработает он прибыль. То есть вне зависимости от этих обстоятельств мы получим назад вложенную сумму. Мы получим сверху проценты, которые заранее определены. И мы знаем, через какой промежуток времени это непосредственно произойдет. Это позволяет управлять ликвидностью, это позволяет четко планировать, если вы выбираете жизнь рантье, то какую сумму дохода вы можете получать ежемесячно, если вы сделаете такую лесенку, составив ее из нескольких депозитов. То есть вы можете прогнозировать свои денежные потоки. Как мы получаем стабильную заработную плату, когда работаем на работодателя? Точно так же мы можем получать стабильные денежные потоки от банковских депозитов. Это первое преимущество. Второе преимущество заключается в том, что в большинстве своем развитых стран и в России тоже есть элементы страхования вкладов, что часть средств, которые размещаются на банковских депозитах, они застрахованы. То есть в России есть агентство по страхованию вкладов, соответственно есть сумма, которая страхуется 1,4 млн, и мы понимаем, что вне зависимости от того, что произойдет с банком, если сумма до 1,4 млн эта сумма страхуется, банк с этой суммы делает отчисление в агентство по страхованию вкладов, все банки делают, которые входят в это агентство в систему страхования вкладов, и в случае, если что-то с банками происходит, эта сумма застрахована, соответственно она может вернуться. Если сумма больше, увы, это не работает, это распространяется на один конкретный банк. Это тоже преимущество, то есть в плане надежности. Деятельность, банковская деятельность лицензируется, лицензируется центральным банком, центральный банк выполняет функцию надзора, то есть сама банковская деятельность регулируется, центральный банк следит за банками, чтобы они соблюдали нормы резервирования, чтобы они не рисковали, чтобы они не выдавали чрезмерно много рискованных кредитов с высокой доходностью в целях больше заработать. Это тоже некий такой элемент контроля, элемент надежности и стабильности, что деньги не будут потеряны. И центральный банк, мы это видели, наблюдали, что в ситуации, когда банки начинают очень серьезно заигрываться с доходностью, начинают выдавать большое количество высокорисковых кредитов без обеспечения, без подтверждения доходов, то центральный банк может лишить такой банк непосредственно лицензии или погрозить пальчиком, сказать, ребята, вы нарушаете нормы, и поэтому давайте вы будете выбирать более консервативную стратегию, чтобы не обанкротиться, чтобы мы у вас не отозвали лицензию. Это мы поговорили по преимуществу. Какие недостатки банковского депозита? Первый недостаток, естественно, заключается в том, это доходность, доходность, которую вы получаете. Редко бывает, что доходность банковских депозитов равна или уж тем более превосходит ставку рефинансирования от центрального банка, то есть стоимости денег в экономике. Почему такое происходит? Потому что банки привлекают депозиты от физических и юридических лиц и размещают их в кредиты, в кредитные продукты, выдавая кредиты. И на разнице между суммой привлеченных средств от физических лиц по депозиту и ставкой кредитования, это и есть, соответственно, процентная маржа, которую зарабатывает банк. Поэтому, как правило, практически везде доходность банковских депозитов ниже ставки центрального банка. Это первое. Второе. Ставка центрального банка, как правило, если мы не находимся в каких-то кризисных ситуациях, и то даже если такое происходит, это бывает очень короткий промежуток времени, когда инфляция по каким-либо причинам резко взлетает, то в этом случае центральный банк может краткосрочно, очень резко поднять процентную ставку. И тогда банки, соответственно, поднимают ставку по банковским депозитам. Но мы наблюдали такую ситуацию в 2014 году, мы наблюдали такую ситуацию в 2022 году, когда центральный банк очень резко, Россия, очень резко повышал процентную ставку. Но опять-таки мы знаем, что это происходит на очень ограниченный промежуток времени. Три месяца, шесть месяцев после этого центральный банк также резко может и опустить процентную ставку. Почему я про это говорю? Потому что на банковском депозите обыграть инфляцию практически не получается. Когда я говорю об этом, это очень важная история. Я там очень советую прочитать книжку Джона Богла «Не верьте цифрам», в котором он как раз-таки очень много посвящает своего внимания вопросу, связанному с тем, что есть номинальная доходность и есть реальная доходность. Номинальная доходность – это сколько денег вы получаете в абсолюте. Например, вы размещаете деньги под 10% годовых на банковском депозите, а инфляция в стране составляет 9% годовых. Соответственно, вы миллион рублей разместили, через год получили 100 тысяч и говорите «Вау, круто, я получил 100 тысяч». В принципе, круто. Но с другой стороны, если мы вычтем из номинальной доходности 10% издержки на инфляцию, то есть 9% инфляции в нашем случае, то мы получим, что реально покупательская способность наших денег сохранилась всего лишь на 1%. И это, опять-таки, идеальная картина, потому что, опять же, я возвращаюсь к тому, что, наверное, 4,5 времени размещения банковских депозитов у нас доходность по банковскому депозиту бывает ниже реальной инфляции. И поэтому доходности, которая позволит нам сохранить первое и приумножить второе денежное средство на банковском депозите, мы этой цели не получим. И поэтому использовать инструменты, такие инструменты, как банковский депозит, для накопления долгосрочного капитала, который позволит вам в дальнейшем получать пенсионный доход, получать рентный доход, скопить какую-то сумму, которая вам позволит оплатить образование детей, потому что стоимость обучения же индексируется на уровень инфляции. И поэтому важно, что если мы копим денежные средства, например, на образование, у нас доходность должна быть выше инфляции. А так как банковский депозит 4,5 времени несет отрицательную реальную доходность, то с этой функцией он фактически не справляется. Или тогда вы должны взять на себя обязательства, связанные с тем, что вы самостоятельно за счет собственного активного дохода будете индексировать вот эту вот накапливаемую сумму на уровень инфляции. При этом, где могут использоваться банковские депозиты, то есть они должны быть в инвестиционном портфеле в любом случае. Для чего мы применяем банковский депозит? Банковский депозит применяется, во-первых, на какую-то краткосрочную парковку денег. То есть вы понимаете, что вам в течение 2-3 лет нужно совершить какую-то крупную покупку, купить автомобиль, обменять автомобили. Вы в течение 2-3 лет собираетесь нести первоначальный взнос на квартиру по ипотеке. Вас в течение 2-3 лет нужно отправлять на учебу или сами вы выбираете учебу. То есть при краткосрочных накоплениях каких-то крупных копить денежные средства нужно как раз-таки на банковском депозите. Потому что разрушительный эффект инфляции на коротком промежутке времени в 2-3 года он не носит такого апокалиптического характера. То есть у вас очень сильно покупательская способность денег не падает. Во-первых, за 2-3 года вы можете выпавшие доходы реальные компенсировать за счет собственного дохода. То есть в нашем случае, который мы рассматривали, 1% вы можете индексировать. И с суммой, я не знаю, в 1 миллион рублей это получается индексировать эту доходность в 1% инфляционную, когда реальная доходность меньше номинальной. 1% не страшно, 10 тысяч достаточно легко проиндексировать. 1 год вложили миллион, второй год вложили миллион, третий год вложили миллион. В общей сложности вложили, я не знаю, 3 миллиона рублей. Первый миллион нужно индексировать на 30 тысяч рублей, второй нужно индексировать на 20 тысяч рублей. И третий миллион нужно индексировать на 10 тысяч рублей. Итого у нас получается 60 тысяч рублей. На 3 миллиона это не такая большая сумма. Это вот первая история, где используются банковские депозиты, то есть для достижения каких целей их необходимо использовать. Второе – это обеспечение подушки финансовой безопасности, то есть когда у нас должна быть определенная сумма средств, которые обеспечивают нашу финансовую защиту. И тогда, да, тогда использование банковских депозитов – это хорошая история, связанная с тем, что к подушке финансовой безопасности мы не предъявляем требования, связанного с тем, что средства, которые размещены в подушке финансовой безопасности, должны нести какой-то доход. Они вообще могут наличными лежать, и это тоже нормально, потому что здесь ключевым моментом является не доходность, не прирост капитала, а обеспечение безопасности, то есть высокой ликвидности, чтобы в любой момент можно было забрать денежные средства. И самое главное, чтобы денег не было меньше, чем вы вложили. То есть если подушка финансовой безопасности, там средства размещаются в подушку финансовой безопасности, 1,4 млн застрахованы, чтобы не произошло с банком, мы эти деньги вернем. Мы в любой момент можем обратиться, свои деньги в любой момент можем забрать для того, чтобы обеспечить функцию финансовой защиты. В принципе, все. Банковские депозиты используются в этих двух направлениях. Первое – это накопление на какую-то краткосрочную относительно покупку на горизонте в 2-3 года. Второе – это обеспечение подушки финансовой безопасности. Второй момент. Мы говорим о том, что у нас есть такой инструмент, как инвестиции. Инвестиции на фондовом рынке преимущественно я хотел бы сейчас рассмотреть. Опять, какие преимущества инвестиций на фондовом рынке? Когда вы инвестируете на фондовом рынке, вы покупаете акции реальных компаний. И в этом случае вы получаете часть прибыли, которую зарабатывает компания. Это раз. Второе – вы всегда можете посмотреть на финансовые показатели компании. То есть вы можете посмотреть, что происходит с выручкой компании. Вы можете посмотреть, что происходит с маржинальностью компании. Какой размер дивидендов выплачивает компания. Какой денежный поток вы можете получать. И когда вы приходите на рынок инвестиций, у вас есть две формы дохода. Есть спекулятивный доход и есть инвестиционный доход. Спекулятивный доход – это доход, который вы получаете от разницы цены. То есть, купили акцию за 100 рублей, она выросла, стоит 120 рублей. То есть, 20 рублей – это спекулятивный доход на разницу цены. Второе – компания выплачивает дивиденды 10%. То есть, получается, вы купили акцию за 100 рублей, 10% она выплачивает дивидендную доходность. То есть, сама акция может выплачивать вам 10 рублей от дивидендов, и в этом случае вы эти дивиденды можете распорядиться на свое собственное усмотрение. И это основной плюс, когда мы говорим о том, что мы приходим на инвестиции. Третий плюс, которым отличаются инвестиции на фондовом рынке – долгосрочно. Когда вы покупаете актив, который генерирует прибыль, а прибыль он генерирует за счет того, что продают свои товары и услуги другим гражданам, то в ситуации, когда начинает расти инфляция, производитель начинает вот эти инфляционные издержки перекладывать на потребителя. И это основное преимущество инвестиционной деятельности. То есть, так называемая инфляционная составляющая в цене актива. Когда мы приводили пример, что купили акцию по 100 рублей, а она стоит 120 рублей, при этом получается 10 рублей. Рост цены акции может быть обусловлен тем, что сам актив, то есть, сам бизнес, он вырос в цене, потому что инфляция. Потому что инфляция, потому что компания начинает инфляцию перекладывать на цены реализуемых товаров и услуг. Соответственно, это приводит к росту выручки компаний. Это приводит к росту прибыли акционеров компании. И сами акции начинают расти в цене. И поэтому получается, что как раз-таки вот именно акции, из-за того, что они обладают инфляционной составляющей, опять же, я сейчас обращу внимание на долгосрочную историю, то есть, на горизонт инвестирования более трех лет, то первое – инфляционная составляющая в цене, второе – дивидендная доходность, которую мы непосредственно можем получать. Эти дивиденды мы можем направлять на реинвестирование, покупая эти же самые акции. И у нас капитал начинает расти вот по формуле Маркса, когда у нас происходит некая самовозрастающая стоимость. То есть, мы получаем некий денежный поток, за счет которого мы можем покупать новые активы. И этот денежный поток уже от нас напрямую не зависит, не зависит от нашей активной деятельности, работаем мы или не работаем. Там, я не знаю, занимаемся профессиональной деятельностью или не занимаемся профессиональной деятельностью. Мы являемся акционером, равно собственником бизнеса, который сам по себе работает, который сам по себе создает прибавочную стоимость. И часть прибыли отдает нам как акционерам. И эту прибыль мы можем или потратить, или на эту прибыль мы можем купить еще акции. И вот это основное преимущество инвестиционной деятельности, за счет того, что мы получаем самовозрастающую стоимость, что у нас увеличивается наши активы, независимо от того, растет наш активный доход или нет. Если мы еще и начинаем сочетать в своей деятельности, трудовой деятельности ситуацию, связанную с тем, что мы, во-первых, с трудовых доходов покупаем эти активы, мы с дивидендов покупаем эти активы, у нас количество активов, которыми мы владеем, растем, и они начинают оплатить все больше, больше и больше. Это преимущество инвестиционной деятельности покупки акций. Конечно, давайте поговорим о недостатках, они тоже присутствуют, и здесь нужно, что называется, идти с открытым забралом, понимая со всеми рисками, которыми мы можем столкнуться. Риски заключаются в том, что мы попадаем на рынок, доступ к которому очень простой и очень легкий. На рынке очень много дилетантов. На самом деле, акции купить очень и очень просто. Почему просто? Потому что, во-первых, технически это достаточно легко реализовано, то есть нужно открыть брокерский счет, завести деньги и с приложения брокера спокойно покупать акции. Второе. Для того, чтобы купить акции, относительно нужно не очень большие деньги. То есть акции торгуются лотами. Как правило, на российском рынке лот находится где-то в диапазоне от 1000 до 5000 рублей. То есть вот в этом диапазоне от 1000 до 5000 рублей можно купить практически любую акцию в России. За редким исключением типа трасс нефти приобилигированных, типа ГМК, Норильский никель, где акции стоят там сейчас 15-16 тысяч рублей. В основном лот кратен от 1000 до 5000. И к чему в конечном счете это приводит? Доступ очень легкий. Чтобы проинвестировать, нужно не так много денег. И на рынке очень много участников, которые торгуют как захотят. Кто-то превращает это в казино. Кто-то начинает подписываться на каких-то блогеров, начинает активно торговать, спекулировать. Кто-то начинает еще дополнительно использовать плечо. И в конечном счете это приводит к тому, что рынок очень эмоционален, рынок очень волатилен. И цена актива, которым вы владеете, может как расти, так и падать. И совладать с эмоциями, особенно с эмоциями, связанными с ситуацией, когда цена акций падает, и вы на этом не зарабатываете, здесь очень тяжело эмоционально это выдержать. То есть, если на банковском депозите все стабильно, все надежно, миллион вложили, миллион сто получите, то когда вы вложили тот же самый миллион рублей на брокерский счет, купили какой-то портфель из акций, и снова на следующий день заходите на брокерский счет, вы можете увидеть, что у вас уже не миллион стоимость активов, а там 950 тысяч, 900 тысяч, 800 тысяч, 700 тысяч. Люди, которые в начале 2022 года вложили миллион рублей, они в феврале месяце увидели, что стоимость портфеля не миллион, а там 650 тысяч. И ничего сделать нельзя, да, то есть, когда возникают такие всплески очень сильные, эмоциональные, геополитические, когда налагаются санкции, вообще могут остановить торговлю на бирже. И здесь вообще начинается полный ахтунг, да, связанный с тем, что вы видите, у вас стоимость портфеля, там, вместо миллиона уже 600 или 500, и вы сделать ничего не можете. То есть, вы хотите все закрыть, не хочу больше, он сейчас все улетит в втором терроре, а нет возможности продать. Ну, просто вы не можете зайти в приложение брокера, там, или вообще биржа останавливает торги. Нужно понимать, что с этим можно столкнуться, это раз. Два, это нормальная история для рынка. Три, это рынок в первую очередь, и на рынке работают те же самые рыночные законы, спроса и предложения. То есть, если в какой-то момент желающих продать становится гораздо больше, чем желающих купить, то цена на актив будет падать. С самим активом при этом ничего не произойдет, то есть, актив будет по-прежнему хороший. Но из-за того, что на рынке очень много непрофессионалов, люди не понимают, как правило, что они покупают. Они не понимают, зачем они это покупают, они не понимают, какие денежные потоки несут компании. Мы в итоге сталкиваемся с тем, что вот это вот большое число дилетантов приходит на рынок, и в условиях нестабильности, высокого страха они все начинают продавать. Профессионалы в этот период, как правило, не покупают, они идут вместе с толпой, они усиливают этот ажиотаж, начинают толкать цены еще ниже вниз. И вот здесь вот очень важно иметь устойчивость, психологическую, эмоциональную устойчивость, да, чтобы понимать, что же на самом деле происходит. Наверное, наоборот, непосредственно нужно покупать. Это основные риски, рыночные риски, связанные с дисбалансом спроса и предложения, когда цена на актив может снижаться. Но долгосрочно, я повторюсь, из-за того, что в акциях есть инфляционная составляющая, из-за того, что в акциях есть спекулятивная составляющая, из-за того, что в акциях есть инвестиционная составляющая, долгосрочно акции растут. Опять же, риски можно минимизировать. О рисках очень много сказано на канале, в ближайшее время у нас будет дополнительное видео, поэтому если вы еще не подписались на канал, обязательно щелкните на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео, подписаться на канал. Ну а сегодня у меня на этом все, выбор остается за вами. Лично мой выбор заключается в том, что для обеспечения задач финансовой безопасности, краткосрочных покупок, я использую банковские депозиты, для обеспечения прироста капитала, у меня есть проект миллион долларов за 8 долларов в день, где я коплю капитал в 1 миллион долларов каждому из своих 4 детей, я выбираю акции. Как я это делаю, как это работает, более подробно можно получить на бесплатном мастер-классе двухчасовом, ссылка под данным видео, проходите, смотрите. Надеюсь, вам это будет полезно для того, чтобы сделать первые свои собственные шаги в инвестиционной деятельности. Сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.